Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 ноября. Я сейчас быстренько сделаю обзор тех сортов томатов, которые я планирую добавить в будущем сезоне, уже в 2019 году, к тем, которые сейчас у меня есть на данный момент. Те, которые есть, я все вам описывала, все показывала, но всегда хочется чего-то нового вырастить. Вот в этом году я испытывала 50 новых сортов. Большинство из них, ну за исключением, может, двух, оказались великолепными, прекрасными сортами. И вот на будущий год я хочу еще, потому что каждый год открываешь для себя какой-то новый сорт. Вот нынче мне очень понравилась загадка природы, потом зеленоплодные, шоколад, полосатый шоколад и сахарный бизон. Но вот сейчас, хотя ноябрь, даже еще не конец ноября и даже еще не календарная зима, все огородники, которые больны в хорошем смысле этого слова вот томатами, они уже знают, что в это время мы все уже собираем семена, запасаемся, все это перебираем. Я куда бы ни пошла, если я захожу в большой торговый центр, я обязательно нахожу там семенной отдел и смотрю, слежу за новинками. Как только появляется какой-то новый сибирский сорт, но теперь уже и не сибирский, беру все подряд, потому что оказалось, что иностранные хорошо у нас, вот американцы показали нынче себя хорошо. Беру какие-то новые сорта, сейчас я вам покажу все, что уже налипло на меня вот до 16 ноября, уже сколько сортов я приобрела. И, конечно, буду добавлять те сорта, которые мне высылают мои зрители. Вот уже нынче мне уже выслали, одна зрительница выслала германские сорта, потом вот девушка одна из мытищ, Елена выслала вот такие, супер, бомба, тоже хочу попробовать. Выслали уже мне два человека банановые ноги, потому что про банановые ноги много идет, большая такая, как сказать, рекламная атака на зрителей, что это супер сорт, что это такой хороший сорт, он продается по очень высокой цене, там 100 с лишним рублей пачка. И мне два человека уже выслали банановые ноги, один зритель даже с Белоруссии выслал банановые ноги, так что на будущий год будем испытывать банановые ноги. Но по отзывам зрителей говорят, что ничего сверх такого там нет, сорт как сорт, но мы испытаем. И, возможно, даже будет, если он действительно такой урожайный, плодов много, то будут семена этого. Потом буду, конечно, испытывать еще на будущий год вот то, что мне присылают из-за границы. Очень интересно. В прошлом году у меня не хватило, ну, не дошли руки. Вот у меня даже вот этот пакет с Ирландии. Тут очень много сортов томатов он выслал. Евгений Буга, по-моему, я даже не знаю, правильно ли это я произношу. Все с описанием там. И вот смесь салатов. Конечно, ни одного русского слова здесь нет, но я попробую вырастить. Мне хочется ирландские томаты попробовать. Вот мне, зрительница, я уже напоминаю, германские выслала, попробую. И ирландские вот хочу попробовать. Потом в прошлом году, отвлекусь от новинок, в прошлом году присылала мне Вера Рязанова вот приморские томаты. Я высаживала саммит, выращивала топтышку и приморец. Просто на испытания для себя. Я их даже не показывала, потому что, ну, видите, пачки все почти целые. Я высаживала по несколько, буквально по 3-4 кустика. Оказалось, они идеально подходят для нас, для Сибири, вот эти вот с приморской опытной станции. Я уже про них говорила, что это честные производители, которые вот указывают, что всхожесть 90%. И эти томаты мне очень-очень понравились. Они такие устойчивые, ну, как тоже выносливые, как сибиряки. Вот на будущий год буду садить их уже массово, не по 2, по 3 штучки, потому что они испытания прошли прекрасно. Хочу сказать спасибо вот Рязановой Вере, что открыла для меня приморские томаты. У нас таких в продаже нет и не может быть, потому что почему-то регионы между собой не сильно так общаются. Вот этих томатов точно я никогда бы не увидела, ни приморец, ни топтышка, очаровательные томатики. На будущий год буду выращивать тоже их, покажу вам. Сейчас расскажу всё, что с магазина нанесла я. Буду, конечно, я вот и те, которые от зрителей, у меня ещё вот с прошлого года, видите, сколько осталось конвертов, в которых лежат семена. От какого-то конверта я взяла один сорт, с какого-то два, какие-то вообще, ну, не хватило места. Но вот кроме зрительских присланных, конечно, я нынче набрала новых сибирских сортов, которые меня, ну как, понравились мне, воодушевили меня. Вот сибирские шанги. Люблю вот такие крупноплодные томаты. По крайней мере, на картинке выглядит очень красиво. Как всегда, это томаты-гиганты, до 800 грамм. Ну, не буду читать каждое описание, потому что это займёт очень много времени. Вот будут сибирские шанги. Возможно, этот томат приживётся у меня. Вот домашний разносол тоже. Кто-то уже выращивал его, я ещё не выращивала. Хочу попробовать. Какой-то томат... А, вот, у нас есть же розовый слон, многие знают. А я нынче вот увидела малиновый слон. Из серии «Русский богатырь», максимальный размер. Тоже тут до 700 грамм, высота более 2 метров. Хочу попробовать вот малиновый слон. Потом бананы, конечно. Я люблю вот эти все перцевидные. У меня есть банан красный, банан оранжевый. Теперь вот у меня будут банановые ноги. Ещё вот банан розовый я взяла. Мне показались они очень очаровательными такими. Но я выбирала, конечно, и по внешнему виду, и по характеристикам. Но характеристики считать не буду. Вот какой-то сибирский гроздевой тоже взяла. У меня его ещё не было. Именно из-за формы. Засолочно-консервного направления. Очень красивая форма. Добавила жёлтый буян. Я всегда выращивала красный буян. Я вам показывала его летом. Очень хороший, неприхотливый сорт, урожайный. Но вот я добавила теперь ещё жёлтый буян. Потому что многие его выращивают и хвалят его. Сосульку красную. Так как я нынче освоила метод вяления и запечённые томаты делала, я нынче много сортов взяла, именно вот таких, вот как я вам говорила, которые долго хранятся и которые можно вялить и запекать. Перцевидные, сосульками. Вот одна зрительница писала, что у неё рекордсмен по хранению японский оранжевый трюфель. Набрала трюфелей. Оранжевый, чёрный. Для длительного хранения. Я уже заранее, вот сейчас думаю, что вот эти у меня будут для хранения, эти у меня будут для этого, эти для этого. Всё у меня как по полочкам. Взяла ещё один раз сахарный бизон. Хочу вам сказать, у меня есть сахарный бизон вот этот. Я его брала вот в такой пачке. Оказался такой красивый сорт. С малиновыми плодами. Сахаристый, вкусный. Но вот увидев этот сахарный бизон, я решила купить и его. Я не знаю, зачем одинаковые названия делают. Вот смотрите, этот детерминатный, который будет новинка, детерминатный. И 600 грамм от 200 до 600. А этот вот, который я выращивала, где же он тут написано? А это у меня индетерминатный. И это у меня плоскоокруглые написано. А это вот, видите как, сердцевидные. Совершенно два разных сорта. Вот этот я уже испытала, он мне очень понравился. А этот будет только у меня испытываться. Только-только. И еще хочу ответить на вопрос, когда я вот про оранжевый банан рассказывала. Меня все спрашивают, какая фирма, какой фирма этот хороший такой, легкий томат. Я сразу всем скажу, что я очень редко покупаю вот такие картиночные. Это я купила с картинками. Ну, больше всего, чтобы вам показать, чтобы рассказать, чтобы потом летом показать картинку. И это, ну, больше всего. Я покупаю вот такие у нас простые пачки. Никакая это не фирма, просто написано ИП. Сейчас скажу. То написано ИП. Ну, как просто индивидуальные предприниматели местные. Это вот барнаульские. Они очень простые вот такие пакетики. Иногда вот в таких пакетиках открываешь такой прекрасный сорт томатов, который влюбляешься на всю жизнь. И у меня таких пакетиков много. Я вот нынче взяла еще буратино в таком пакетике. Ну, это вот золотая сотка Алтая. Я не думаю, что она в вашем регионе будет продаваться где-то. Вот, видите, как ИП, Калугин. Ну, это все наши местные. Местные производители, у которых нет такой фирмы, известной на всю Россию. И больше всего вот всех моих, которые в огороде растут томатов, они вот в таких белых невзрачных пакетах. Потом у них начинается такая, как... Вот они... Никто их, может быть, даже название никто не слышал и никто не знает. Потом я его выращиваю. Оказывается, такой прекрасный, красивый сорт. И постепенно, может быть, он разойдется по всей стране. Люди его узнают. Вот какой-то еще дядя Степа нынче я взяла. Тоже. Ну, вы видите, какое у меня предпочтение. Сразу видно, что нравится человеку. Или крупные. Вот такие я набрала. Или вот, ну, вот все они. Или крупноплодные, такие здоровые. Или вот такие перцевидные. Которые, ну, для определенного. Конечно, для еды крупные. А вот эти больше всего я буду или консервировать, или там вялить, или все. Конечно, про каждый сорт, про каждый сорт. Я зимой уже буду заранее, как про характеристики, буду вот так вот, как в том году я делала зимние обзоры, буду переворачивать пачку и читать вам все-все внимательно. Но это вот те сорта, про которые у меня своего мнения еще нет. Они будут добавлены у меня. Будут добавлены еще вот с этих писем много сортов. Так что на будущий год будет также примерно 50 новых сортов. Больше я не могу добавить, потому что у меня земли всего 7 соток. Я и так уже по 2 куста в лунку сажу. И уже расстояние уменьшаю. И все, вот нынче высадила 2000 было кустов больше, у меня никак не помещается. Так что, вот мне надо как-то умерить свои аппетиты. Вот сейчас посчитаю, сколько купила, добавлю оттуда, чтобы было ровно 50, не больше. И обо всех сортах на будущее лето я вам расскажу. Ну, конечно, стараюсь выбирать самые лучшие и по характеристикам, и по внешнему виду, самые красивые. Нужно, чтобы в томате все сочеталось. Он чтобы был красивым, выносливым, вкусным и самым-самым лучшим. Но вот у меня как получается, у меня в жизни, что какой бы томат я ни взяла, он для меня все равно получается самый лучший. Вот купишь новый, один хороший, другой еще лучше. А третий, вот вообще, я не знаю, куда их теперь девать. Вот больше 2000 я не могу физически обработать, нет у меня места. А сорта какие-то все новые и новые и новые. Но желаю тем, у кого участок побольше, испытывать и рассказывать нам. Поделитесь своими впечатлениями, какой у вас сорт любимый, какой самый лучший. Мы, может быть, тоже его вырастим и прорекламируем всем другим. Поможем людям сделать свой выбор. До свидания. Продолжение следует...